Субтитры делал DimaTorzok Тогда в ходе вещания включится Сегодня вообще, дорогие друзья, происходит что-то странное с комнатой То есть я вижу, что вначале было 190 человек, потом 160 То есть скорее всего из комнаты выбивает и происходят какие-то недоразумения с вебинарной комнатой Если это так, то поставьте плюсики Просим прощения, естественно, за технические неудобства Но, собственно, сейчас мы вплотную зависим от Мирополиса в данный момент И давайте перейдем тогда к расширенному технико-экономическому вебинару Не можем сейчас ничего сделать именно с комнатой То есть тот, кто слышал вебинар вводный и желает послушать этот вебинар Уже потом, я думаю, что посмотрит в записи Просим прощения еще раз И, собственно, те, кто присутствовали на вводном технико-экономическом вебинаре Являются новичками Дамы и господа, дорогие друзья Поставьте плюсик Лучше 1-0 Если вы перешли Потому что это очень важно Для нас понимать, сколько новичков присутствовало Сколько перешло В основном переходит в 90-95% Дорогие друзья На прошлой неделе Собственно, вот в среду Сергея Анатольевича не было, не присутствовал Так как очень серьезные события происходили в Минске А именно это серьезные судебные заседания И кто был на дневном вебинаре, кто не был Посмотрите запись дневного вебинара Там Сергей Анатольевич рассказал Насколько действительно тяжелые были Не то что переговоры А именно судебные заседания По поводу наших В прошлом Недоброжелательных партнеров Которые именно зарекомендовали себя Как недоброжелательные партнеры Это Виктор Узлов Это Дубатовка И собственно Они говорили, что Они обладают технологией Струнного транспорта Что они ее придумали И это действительно театр абсурда И какой-то бред Когда присваивают ту технологию Которую ты не разработал И происходили судебные заседания Более трех дней Я могу вам сказать, что справедливость восторжествовала И сейчас Эти недобросовестные партнеры Будут обязаны Сделать опровержение На своем сайте Будут обязаны Не упоминать Подобные клеветы В отношении Skyway И я могу сказать, что Дорогие друзья Это начало Очень серьезной Юридической Не то что игры Но силы Это показало Судебное заседание Что мы действительно Интересны Высшим властям По всей видимости В том числе Республики Беларусь Потому что Была защита Skyway И Справедливость восторжествовала Ну и как она Могла не восторжествовать Если люди Откровенно И в наглую Просто совершив Редактуру И мы это Упоминали На прошлых Технико-экономических Вебинарах Потому что Это тоже История проекта Семья Не без урода Так скажем И это не семья И вы видите Наглая редактура Наглая редактура Фотографии Что убиралась Капля Это Символ На тот момент Струнных технологий Убиралась Убиралась надпись U21 То есть Юницкий И Соответственно Порядковое число И Самая наглость Дорогие друзья Это когда Убирался сам Инженер Изобретатель Ныне Генеральный директор Генеральный конструктор Зао Струнные технологии Юницкий Анатолий Эдуардович Юницкий То есть Вы Видите Насколько Действительно Наглым Образом Можно Конкурировать Это не то Что конкуренция Эта компания Старается Выдвинуть Апрейл Свой Транспорт Турого уровня Бог им судья Как говорится Но Такая Недобросовестная Конкуренция Клевета На компанию Она Недопустима Мы Выиграли Судебные Заседания И Дорогие Друзья Действительно Настанет Время И Разбирательства И по поводу Литвы И Более того Я могу Вам сказать Что Если кто-то Вдруг Сейчас Будет Клеветать На Компанию Skyway Просто Предупредите Его Что Работает Непосредственно Отдел Юридического Департамента Очень Серьезно Отслеживает Этих Умников В том числе В социальных Сетях И закон Подразумевает Что даже Клевета В социальных Сетях Может Облагаться Ответственностью Предупредите Что Если люди Не Соответственно Имеют Желание Развивать Проект То Пусть просто Ровно Дышат Пусть стоят В стороне Но пусть Не мешают Потому что Если кто-то Будет Мешать Именно Клевеща На проект Skyway То Как говорится Юридического Правосудия Когда Специалисты Юридического Департамента Обнаружат Увидят Придется Не избежать И Были такие Вот Михаил Я не помню Фамилию Даже Не вспомню Не буду Произносить Дабы Не пиарить Этого Человека Потому что Он разместил Статью Еще В 2014 Году Типа Об анализе Струнных Технологий И Множество Наших Активистов На тот Момент Зашли На сайт И повысили Банально Посещаемость С его сайта Поэтому Я не буду Даже Если вспомню Произносить Его фамилию Но Такие действия Сейчас будут Недопустимы Если кто-то Массово Публично Будет Приводить Аргументацию Которая Не соответствует Реальности То Лучше Ее Не приводить То есть Вы можете Этим Оперировать Дорогие друзья Потому что Юридическая Справедливость Она Действительно Восторжествовала И Процесс Беларуси Действительно Был проведен На высшем уровне Это были Очень серьезные Судебные заседания И Очень много Аргументации Было Приведено Анатолием Эдуардовичем Юницким Денисом Юницким Всей группой Которая Готовилась К этим Судебным Заседаниям Одно Можем сказать Что Действительно Мы победили И мы не можем Не победить Потому что Эта технология Наша Это струнная Технология Анатолия Эдуардовича Юницкого А не Виктора Узлова И Дуботовка То есть Эта технология Которую Анатолий Эдуардович Юницкий Еще Непосредственно Стал Развивать Еще в 70-х Годах Дорогие Друзья Можно считать Полным бредом И наглостью Когда претендовать На технологию Которая Продвигалась Еще в конце 70-х Годов Как Я Говорил На водном Технико-экономическом Вебинаре И это то же самое Что сейчас Кто-то начал бы Претендовать На Компанию Эппл На права Компании Эппл Может быть На изобретение Сергея Брина Гугл Может быть На Вообще Патент Радио Например Или Первого Мобильного Телефона Когда это Сделал Другой Человек То есть Это Настолько Недобросовестность И я бы Сказал Неразумность Нелогичность Которая Обязательно Будет Наказана И это Было Наказано Это Очень важная История И страница В нашем Проекте Дорогие Друзья Потому что Это Дойдет И до Шауляя Это И дойдет И до Президента Литвы Но на Сегодняшний День Весовые Категории Несколько Разные То есть Членов Евросоюза Зачем Их Трогать И Как говорится Зачем Это Не доносится Каким-то Мерзким Запахом То есть Пока не наступишь Запах не наступит Такой же Логикой Абсолютно Правильно Развиваться И сейчас То есть Мы делаем Своё дело И Соответственно Наше дело Продвигаться Наше дело Строить технологию Наше дело С вами Финансировать Технологию А собственно Те кто Клевещут Те кто Недобросовестно Конкурирует Те кто Что-то там Вспоминает В прошлом Чего не было Соответственно Это Будет Наказано И Дорогие друзья На сегодняшний день Вообще Вот ОТС Тему Мы всегда Затрагиваем И Обязательно Михаила Кириченко Нашего Одного из главных Спикеров Почему Одного из главных Потому что Главный спикер Это Анатолий Эдуардович Юницкий И Собственно Те вебинары Которые Были Проведены Лично Анатолий Эдуардович Юницким Это огромная ценность Дорогие друзья Если кто-то Не Имеет Стенографию Многие Не имеют Возможности Найти эти вебинары Либо желание То Пожалуйста Я Сброшу С удовольствием Запись В pdf И На тот момент Я просто Спросил Специалистов Чтобы они Застенографировали Потому что Это бесценная информация И это было Погружение В мир Skyway Естественно В плане Анализа В плане Понимания Технологии Это бесценно Потому что Никто не скажет Лучше чем Анатолий Эдуардович Юницкий И Я приведу пример Насколько Масштабно Вообще Анатолий Эдуардович Мыслит И Насколько В тренде Это все Находится Еще В конце Восьмидесятых Годов Когда Анатолий Эдуардович Представил На Международной Конференции По неракетной Индустриализации Космоса Собственно Концепт Идею Вывода Промышленности В открытый Космос Это все Попало Дорогие друзья В технику Молодежи В различные Другие Технические Журналы И Это стало Не больше Не меньше Конкурировать Современной На тот момент Советской Космонавтикой Потому что Анатолий Эдуардович Абсолютно Логично И правильно Сравнил Ракету С телегой Потому что По сравнению С общепланетарным Транспортным Средством Действительно Ракета Сравнима С телегой То есть Десятки тысяч Тон Можно Перевести За год А это Как раз Таки Потенциал Перевозки Груза Обычной Ракеты И Чтобы Догнать По Потенциалу Возможность Грузоперевозок И перемещения Пассажиров Живых людей С помощью Общепланетарного Транспортного Средства Собственно Еще Тысячи лет Назад Нужно было Начать Запускать Ракеты Представьте Какой потенциал Обязательно Обратитесь К монографии Струнные Дороги Струнные Системы На земле И в космосе Это монография Которая заслуживает Внимания Международного Внимания И так же Как фильм Небесные Дороги Юницкого Те у кого Есть под рукой Этот фильм Обязательно Сбросьте Ссылку Новичкам И ознакомьтесь Потому что Это тоже Ролик Который Достоин И сейчас Переводится На многие Языки Мира Но теперь Конкретики Дорогие друзья Джефф Безос Глава и основатель Интернет Компании Amazon.com То есть Это компания Рекордсмен Не побоюсь Этого слова И Это Компания Которая С 94 Года Буквально Чуть меньше Чем За 5 лет Соответственно Совершила IPO Даже За 3 года Если быть точным Компания Amazon.com Вышла на IPO С 2000 года Джефф Безос Финансирует Уже проект Blue Origin Это концепция Космического Туризма И В 2013 Году Буквально За несколько сотен Миллионов Долларов Человек Купил Издательский дом Вашингтон Пост Представьте Насколько Масштабная Личность И Этот человек Недавно Заявил О том Что говорил Анатолий Эдуардович Юницкий Еще в конце 70-х Годов То есть Джефф Безос Высказал Идею Что Через 100 лет В нескольких Сотен лет Вся наша Тяжелая Промышленность Будет Выведена За пределы Планеты Земля И Мы сможем Построить Действительно Гигантские Заводы Поистине Масштабные Заводы И Более того Будет Расходоваться Не электроэнергия Будет Не Допустим Перерабатываться Коксующийся уголь И так далее Или Будет Востребовано Будет Использоваться Сила И Энергия Самого Главного Термоядерного Реактора Фактически Относительно Жизни Человека Средней Продолжительности Жизни Вечного Реактора И Термоядерного Источника Это Солнце То есть Вы видите На картинке Это концепция ОТС Это Пристыковка Как раз Общем Манитарного Транспортного Средства На Ожереле Которое В виде Первого Рейса Соответственно Первых Рейсов Переместит Все необходимые Ресурсы На Высоту Курсирования Это Можешь сравнить С полетом МКС Международной Космической Станции На сегодняшний день Это Примерно 300 Километров И Как только Как только Будет достигнута Космическая Скорость Можно Будет Подняться На такую Высоту Преодолев Различные Силы Сопротивления И так далее И Соответственно Выйти Действительно В открытый Космос Не на Геостационарную Орбиту Именно На Высоту 300 350 Километров И Далее Уже В момент Следующих Полетов По мнению Анатолия Эдуардовича Юницкого Должно Быть Именно Зафиксировано Вот в это Кольцо Обязательно Хотелось бы Чтобы вы Обратили Внимание Вот Фактически На нить На струнную Я бы сказал Нить Потому что Струнные Технологии Здесь тоже Имеют Место И Более того Основа ОТС Это Как раз Таки Струнные Технологии Как раз Таки С эстакады Будет Подниматься Огромная Вакуумная Труба По диаметру Экватора Более 42 тысяч Километров Видите Насколько Различный Спектр Производственных Нужд И Также Солнечные Батареи Гигантски Размещены В виде Ожерелья Земли Но Вернемся Непосредственно К Джеффу Безосу То есть Концепцию ОТС Я вам Примерно Показал Джефф Безос Соответственно Стал Говорить О том Что Да Действительно Мы Можем Достичь Этого Но Через 100 лет Несколько Он В прогнозах Ошибся Можно сказать Так как Через 20 лет В личном Разговоре С Анатолием Эдуардовичем Ницким Мне Очень Нравится И Очень Не то Что Заинтересован А Поражен И Вдохновлен На Ближайшие 10 лет Темой Развития Общепланетарного Транспортного Средства Мы Обязательно С вами Дорогие Друзья Начнем Развивать Анатолий Эдуардович Ницкий Соответственно Сказал Что Через 20 лет Это Возможно При Отсутствии Технических Финансовых Рисков Фантасты Многие Концепторы Я бы Назвал Таких Людей И Визуализаторы Как Жак Фреско То есть Проект Венера Он Создал Концепцию Линейных Городов Замечательно Нарисовал Организовал Очень Мощное Движение Миллионы Людей Но Какая Технологическая Основа Стояла Под этим Никакой Технологической Основы К сожалению Не стояла Это Послужил Пример Конференция И Все Вы Встречали На просторах Наших Вебинарах И Обязательно Встретите Еще Не раз Ларису Артамонову Это Тот Человек Которая Организовала Конференцию По Привозу Жака Фреско В Санкт-Петербург Это Очень Важная Для нас Конференция На самом Деле Потому Что Там Заинтересовался Технологии Сергей Семенов И Сергей Мой Хороший Знакомый Собственно Не он Но Через Несколько Людей Я узнал Об этой Технологии И Ну Признаюсь Честно Именно Занимаясь Интернет Бизнесом Я Самый Первый Раз Не поверил В эту Технологию Потому Что Мне показался Это Легендой Такой Хороший Технологически Подкрепленный Но Уже Когда Появился На Пути Именно В плане Развития Скайвэй Человек Который Инвестировал На тот Момент Несколько Сотен Тысяч Говорят Что Достаточно Более Серьезно Чем Apple И Google И Я Стал Присматриваться Технологии Ну Вот Собственно Сейчас Уже Более Двух Лет С удовольствием Развиваю Эту Технологию Джефф Безос Даже Не Представляет Насколько Он Попал В точку В тренд Который Задал Анатолий Эдуард Чуницкий Еще В 88 Году Вполне Возможно Что Будет Сотрудничество С данным Миллиардером И Собственно Я Не побоюсь Этого Слова По Нашему Мнению Анатолий Эдуард Чуницкий Потому Что Весь Потенциал Который Несет Себе Технология Skyway Это Соответственно Огромнейший Потенциал Вначале Будут Построены Сотни Километров Дорог Ну Естественно Вначале Это Первые Десятки Километров Дорог Далее Сотни Миллион Первых Километров Дорог Струнных Дорог Я имею Ввиду И Это Все Будет Развиваться Намного Быстрее Намного Эффективнее Чем Развивался Интернет Так Вот Дорогие Друзья Джефф Безос Этот Миллиардер Этот В каком-то Плане Футуролог Призвал Человечество Переносить Тяжелую Промышенность В космос Чтобы Сохранить Землю О Том Что Необходимо Ввиду Остановки Загрязнения Окружающей Среды Ввиду Изменения Климата И более того Я вам могу Сказать Дорогие Коллеги Друзья Что Каждый год Фактически На 7 Миллиметров Эта Статистика Прошлого Года Увеличивается Уровень Мирового Океана И Буквально За прошедшие Несколько Месяцев Более Десяти Крупных Островов В Тихом Океане Были Скрыты Под водой И Собственно Многие Предсказывают То что Произойдет С Америкой И Я думаю Что Неспроста Приняли Конвенцию ООН Парижское Соглашение Неспроста Более 140 Стран Поддержали И единогласно Сказали Что да Действительно Нужно Бороться С Загрязнением Окружающей Среды И С выхлопными Газами Автомобилей И Соответственно С выделением СО2 В атмосферу И Джеф Безос Также Поддержал Я думаю Что эту Концепцию И Несмотря на то Что он Более 500 Миллионов Долларов Вложил Уже В компанию Blue Origin Но Даже ОТС Для него Представит Замечательную Возможность Такой Именно Отправную Точку Стартовый Участок Для того Чтобы Вот эти Космические Путешествия Запускать И Маск Тоже Развивается В этой Концепции И Собственно Со многими Сильными Мира Сего На сегодняшний День Это Технический Директор Google Ныне Раймонд Курцвелл Мы Не то что Сравнивали Анатолия Эдуардовича Юницкого Нельзя сравнивать Этих людей Потому что Они Все По своему Уникальны Но Одно я могу Сказать Что Анатолий Эдуардович Юницкий Уникален Тем Что Он создает Ту индустрию Которая Берет Себя Абсолютно Много Индустрий И Если Допустим Так Почему-то Дорогие Друзья Не Показываются Слайды Это Так Потому что Есть Какие-то Технические Проблемы То Пожалуйста Скажите Возможно Стоит Перезайти В комнату Возможно Стоит Перезайти Мне Да Пожалуйста Тогда Перезайдите В другой Браузер Все Я не буду На это Отвлекаться И Соответственно Анатолий Эдуард Чуницкий Нельзя Сравнивать Его С этими Людьми Они Все По-своему Уникальны И Все Они Привносят Свой Вклад В будущее Но Огромный Вклад Привнесет Самый Большой На мой Взгляд Именно Анатолий Эдуард Чуницкий И все Мы с вами Потому что Мы Поддерживаем И мы Развиваем Проект Skyway На самом Деле Это Самое Недалекое Будущее То есть Я Безумно Счастлив Что При моей Жизни Я смогу Увидеть И Я Действительно Во снах Это Вижу И Хочется Мне Подняться На высоту 300 Км В одной Из капсул Которые Вы увидите На белом фоне Это Визуализация Уже Этого Года И В фильме Небесные Дороги Юницкого Вы можете Это Увидеть Там Вся Концепция Описана И Основана Сегодня Мы Имеем Такой Результат Как Австралия Мы Неоднократно Говорили Чему Предшествовал Этот Результат Это Неимоверно Проделанная Работа Огромная Гигантская Работа Вначале Собственно Людмила Хьюз Потом Маргарита Медонецкая Быстро Перебросила На меня Я Форсировал Ускорил Процесс И Далее Организовали Скайп Конференцию Уже Непосредственно И с Виктором Бабуриным Я помню Рода Хука Как Мужчину В клетчатой Рубашке И кто бы Знал Что он Бывший Министр Транспортного Департамента Южной Австралии А также Развитие И Все инфраструктуры Южной Австралии Это Счастливая Случайность Но Ее Невозможно Было Получить Если бы Наш проект Не развивался Через Народное Финансирование И Я могу Сказать Что Те Результаты Которые Получены Уже Сейчас Вот Даже По тем Роликам СМИ По тем Упоминаниям В средствах Массовой Информации И Были уже Бумажные Издания Если Сейчас Чуть попозже Удастся найти Обязательно Я сброшу Картинку Счастливой Людмилы Хьюз Которая Держит В руках Издание И Собственно Да Действительно Дамы и господа Образована Компания То есть Skyway Австралия Австралийцам Инвестировать В проект Skyway По законодательству Нельзя То есть Это Такая Немного Парадоксальная Случайность И Были Шансы У других Городов Быть Первыми Мир В виде Пилотных Проектов Но Минимальная Поддержка Была От Властей От Чиновников Естественно При Не то что Препятствии Но Абсолютно Мощных Действиях Невозможно Развивать Проекты И На самом Деле Род Хук Проделал Ту Работу Которую Кто-то Должен Был Проделать И В Адвертизер Также Было Упоминание Непосредственно В СМИ О Небесных Дорогах Которые Появятся На территории Южной Австралии В Адалаиде Это Те Результаты Которые Дорогие Друзья Есть Такая Сеть Нингдин И С помощью Нее Людмила Хьюз И Нашла Род Хука И Я Видел Отзывы Людмила Сбрасывала Когда Род Хук Разместил Это Это Тоже К Сетевое Построение Корпорации Род Хук Несколько Можно сказать Также Развивает Свою Сеть Но Не Получает Никаких Реферальных Бонусных Вознаграждений То есть Он Развивает Сеть Именно По Построению Проекта Ему Стали Поступать Отзывы На Сегодняшний День Владельцы Месторождений И Люди Занимающиеся Серьезными Горно Перерабатывающими Промышленными Комплексами Владельцы Месторождений Жаждут Технологию Skyway Как Можно Быстрее Чтоб Она Была Продемонстрирована Потому Что Действительно Эта Технология Может Решить Многие Проблемы По Освоению Не Осваиваемых На Сегодняшний День Месторождений Да Действительно Ее Ждут То Затем Небольшим Проектом Буквально Полкилометра Между Двумя Кампусами Университета Флиндерс И Более того Концепция Перемещения Там Подразумевается Бесплатная То есть Это абсолютно В логике Транснет И Привыкайте К этому Когда Допустим На одном Из уровней Будет перемещение Грузового Транспорта Продажа Пищевого Льда Если говорить Про Российскую Федерацию Про другие Источники Пресной Воды Либо Перевозка Штучных Нефти Газа Не важно Стоимость Городских Пассажирских Перевозок А также Стоимость Выскоскоростных Перевозок Пассажиров Будет стремиться К минимальной Стоимости То есть По Данным Книги Юницкого Небесные Дороги Примерно 1-2 Доллара На 1 2-3 Доллара Извиняюсь На Один Пассажир На 10 Пассажиров Километров То есть Примерно Я думаю Что 500 рублей Обойдется Стоимость Ну так Ориентировочно Говорить Если на скидку Это Москва Санкт-Петербург Примерно Чуть больше Тысячи Наверное Обойдется Санкт-Петербург Владивосток Ну максимум Тысячу С лишним И Это Та Предстоящая Реальность Которая От нас Ожидает А теперь Представьте Насколько Мобильным Станет Бизнес И Насколько Произойдет Технологический Рывок Но Самое Главное Дамы и Господа Что Технология Skyway Будет Опираться В своем Развитии Не только На Грузовые Перевозки Не только На Выскоскоростные Перевозки Не только На городской Пассажирский Транспорт Но Мы Сергеем Анатольевичем Искренне Рады Что Та Стратегия Которую Мы Услышали На Уральских Конференциях И С удовольствием Донесли До Анатолия Эдуардович Юницкого Именно Концепция Юнибайков Была Принята И В Очень Нужный Момент Потому Что Вы Не Представляете Дорогие Друзья Насколько Массовым Станет Использование Юнибайков В Ближайшем Будущем То есть Это Именно Уже Из Области Футурологии То есть Из Того Каким Будет Будущее Ближайшее Будущее Мы Можем Сказать Что Через Десять Лет Скорее Сего Как Сегодня Использует Собственно Смартфон Фактически Не побоюсь Этого Слова Каждый Бомж В Развитой Стране Имеет Смартфон Либо Кнопочный Телефон Как Минимум Собственно Будет Возможность Перемещения В транспорте Скайвей В юнибайках И Очень Многим Мускулистым Действительно Очень Любимым Нами Всеми Подвижным Составом Который Мы Увидим Уже Осенью 2016 Года И он Помчится Со скоростью До 120 Км В час По Струнной Путевой Структуре Уже Непосредственно В Марьиной Горке В Минской Области Осталось Совсем Чуть Дорогие Друзья И Этому Будет Предшествовать Выставка В Берлине Я думаю Что там Будут Происходить Очень Серьезные Переговоры Такого Масштаба Что это Войдет В историю И еще До этого Планируется Развитие По ряду Европейских Стран Вплоть до Того Что Уже Ряд Технических Университетов Деканы Технических Университетов Желают Чтобы Технология Skyway Была Введена В виде Предметов Так как Они Понимают Что это Будущий Транспорт Что это Самое Ближайшее Будущее То Чему Уже Нужно Обучать Студентов И Я Очень Рад Обязательно Сброшу Вам Контакты Мои Сергея Анатольевича И Обращайтесь По конструктиву Так скажем По конкретике Мы с удовольствием Пообщали бы Всегда На любые темы С абсолютно Любым участником Проекта Skyway Но Естественно Сейчас Уже Занятость Максимально Возрастает И Я могу Сказать Что Вот Недавно С очень Интересным Молодым Человеком Произошло Общение Мой Ровесник Кто Отправится В турне По испанским Странам И Будет Возможность Пообщаться С мэрами В том числе То есть Сейчас Мы Своими силами Подготовимся По тезисам И так далее Далее Уже Думаю С Виктором Бабуриным И Соответственно Далее Уже Этот человек Подготовлен Во все Оружие Я думаю Что Мы Обязательно Также Подготовим И Искренне Надеюсь Что Переводчики Успеют Подготовить Вот Ту Замечательную Мощную Презентацию Которую Провел Анатолий Эдуардович Виртуозно Действительно Был Звездный Час Для нас Всех С вами Дорогие Друзья На Экспертном Совете При Министерстве Транспорта Российской Федерации И победил Победил Абсолютно Так же Как Недавно Были Выиграны Судебные Разбирательства С Узловым Как Собственно Я думаю Что Мы Победим В Берлине Там Не будет Никакой Схватки Никакой Конкуренции Но Чисто Невербально Чисто Атмосфера Я думаю Будет Царить Победы Потому Что Тот Транспорт Ту Концепцию Которую Представит Скайвей Не Представит Никто Посмотрите Кто Там Будет Представлен Это Естественно Технология Hyperloop То есть Перемещение В вакуумной Трубе То Что Предлагал Еще Маска Более Того Я могу Сказать По поводу Этой Концепции Которую Предлагал Маск Вполне Возможно Что он Взял Это И Можно Было Перевести Можно Было Найти То Что Анатолий Эдуард Еще В 70 Годах Как Часть Как Раз Общепланетарного Транспортного Средства Представлял Всеобщему Вниманию Абсолютно В журнале Техника Молодежи И так далее Я тогда Был Не то что Молод Меня просто Тогда не было Потому что Родился В 86 Году Но Дорогие Друзья Мои Родители И я Спрашивал У Своего Отца Действительно Это Промелькивало Но Это Казалось Знаете Как Фантастика Сегодня Мы Это Воплощаем В Реальность И как раз Таки То что Делает Маск Концепция Перемещения Со скоростями 1100 Со скоростями Больше 1000 Км в час Во первых Дорогие друзья Это не нужно Потому что Концерн Боинг Корпорация Боинг Через 10 лет Планирует Вообще Сделать Самолет На электрическом Моторе То есть Скорость Перемещения Самолета На электрическом Моторе Она будет В среднем Максимум 600 Ну самый максимум Это 650 Км в час Какая скорость Перемещения Skyway Выскоскоростного Состава 500 600 Км в час Более того Не будет Вот этих Безумных Пересадок Стояние Терминалах Кто знает В Стамбуле Как вот Находиться При пересадках Я стоял Мой рекорд 5 часов Я стоял В ожидании Перехода На Через Визовый контроль Паспортно Визовый контроль И Действительно Вот это вот Время Просто Потрачено Абсолютно Впустую Вот этого Skyway Не будет Потому что Транспортные модули Будут Друг за дружкой Отправляться Мне посчастливилось На одном Совещании Участвовать Я не буду Раскрывать Это ноу-хау Но я одно Могу сказать Что Не будет Никаких Скоплений Не будет Никаких Заторможений Пробок Тромбов Так бы Я назвал Их Транспортных И Собственно Наша Кровеносная Кровеносная Система Транспортная Которая Может Составить Основу Экономики Российской Федерации И не побоюсь Этого слова На наш взгляд Именно Приверженцев Технической Школы Анатолия Эдуардович Юницкого Станет Основой Мировой Экономики Абсолютно Чистыми Сосудами Будет Перемещать Подвижные Составы И в них Соответственно Товары Грузы И естественно Пассажиров Так вот Вернемся Концепции Hyperloop Дорогие друзья Анатолий Эдуардович Юницкий И так вот Немножко Предвещая Что нас ждет В будущем При востребованности Рынкам Легко И Эта концепция Уже готовится И я думаю Что Ни один из нас С вами Не представляет Насколько Много Удерживается Информация В голове Анатолия Эдуардович Юницкого Насколько Много Также Поступает Фактически Откуда-то Извне И Многие Понимают Что Развивая Сегодня Проект Skyway Не какой-то Другой Проект Не обилие Вот этих Интернет Проектов Хайпов Пирамид И так далее И я всегда Агитирую Тех Людей Которые Занимались Интернет Проектами Задействованы Сейчас Сетевом Маркетинге Ребята Друзья Дамы И господа Коллеги Девушки Женщины Мужчины Обратите Внимание Пожалуйста На проект Skyway Потому что Это Мечта На самом деле Тот Кто Выстраивает Сети Я могу Вам Назвать Чуть Попозже Вот эти Аргументы Я их Еще не Называл В Вебинарах Но Пожалуй На этом Вебинаре Я Расскажу Так вот Про Hyperloop Если Понадобится Перемещаться Со скоростью 1100 Км в час То будет Гипер Skyway И Это Дорогие Друзья Действительно Супер Потому что Технология Skyway Международная Корпорация Skyway Берет Себя Вот именно В агрегатор Бизнес Инкубатор Технологии Skyway В SkyTech Технологии Фактически Все направления И Мы Не Стремимся Быть Монополией Мы Готовы Делиться Рынком И Как Говорится Кто Какую Часть Рынка Займет Тот И Займет И Также Развивалась И Мобильная Связь Также Развивались И Смартфоны И Будет Развиваться Далее Транспортный Рынок Но Мы Действительно Претендуем На Часть Более 30% Рынка Как Минимум Потому что Это Неосваиваемые Месторождения Это Труднодоступные Территории Я Недавно Был В горной Местности Кто Знает Урал Вблизи Магнитогорска То есть Недалеко От Башкортостана Замечательное Место Туристический Комплекс Один Из Любимых Высшими Властями Российской Федерации Курортный Комплекс Банная Ябзакова Собственно Там Вот Данный Слайд Который Я думаю Стоит Часто Перед Глазами Тех Людей Кто Развивал Скайвей Кто Когда-то Видел Картинку Скайвей Именно В плане Развития Линейных Городов В плане Вот этих Очень Живописных Пейзажей То есть Я сейчас Вряд ли Найду Эту картинку Но Если У кого-то Есть под рукой Пожалуйста Сбросьте Скриншоты Потому что Дорогие друзья Это действительно Поражает Масштабом Мышления И Насколько Можно Освоить На сегодняшний День Неосваиваемые Территории Которые Мы Имеем С вами Горные Местности Действительно Жить Не то что Высокогорье Там Более 2000 Километров Но В горах В холмах С высотой 300-500 метров Может быть Даже кому-то Понравится Километр И Соответственно Основывать Там Линейные Города И Более того Недавно Мы Общались С коллегами С Екатеринбурга С Русланом Багировым Он скоро Поедет Пообщаться По поводу Моногородов И доносить Тому Человеку Который На территории Тюменской области Собирает Подписи Сейчас Чтобы ему Выделили Целину Под строительством Моногорода Моногороды Не будут Будущим Моногороды Будут Лишь составляющей Линейных городов И как раз Кровеносной Системой С сосудами Важной Очень составляющей Комфортного Быстрого Эффективного Перемещения Будет Именно Струна И именно Струнная Технология Анатолия Эдуардович Юницкого Наш коллега Один из Высших Государственных Деятелей Привел Сравнение Струны Именно С шелком Который Плетет Паук Шелкопряд Вы все Понимаете Откуда Складывается Название Шелковый путь Новый шелковый путь Также сейчас планируется И как раз таки Струна Это Относительно Вот этих Сверхмассивных Железобетонных Конструкций Которые Уродуют Современные Мегаполисы Перерезают Артерии Грунтовых Вод Подземных Почвенных Грунтовых Вод И формируют Целые Катастрофы Я могу сказать Что недавно Был поражен Оповещением СМИ Что Некоторые Русла Рек Причем Русла Самой Грязной Реки Ганка В Индии Пришлось Обратить К жилым Районам Потому что Собственно Вот эти Все Железнодорожные Пути Сообщения Скорее всего Они Изменили Эко Систему Экоинфраструктуру Индии И Начала Формироваться Засуха Соответственно Даже Из грязных Источников Уж Не приходится Выбирать Направляют Водные Ресурсы И Если Сегодня Дорогие Друзья Уже Литр воды Стоит Дороже Чистой Питьевой Воды Чем Литр 95 Бензина То что Будет Потом Будет Как раз Эра Когда Нефть Отживет Своё Она Будет Расходоваться По назначению Когда Будут Ездить Уже Во всю Подвижные Составы Скайвей Когда Будут Начинать Развиваться Может быть Уже Разовьются Линейные Города И это Города Будущего И Те Мегаполисы В которых Мы с вами Живем Именно Уже В плане Футурологии Говорить То Это Будет Как Такие Спальные Районы В современных Мегаполисах Где Люди С классом Выше Среднего Желают Покупать Недвижимость В каких Либо Курортных Местах Каких-либо Центровых Местах То есть Центре Города И Некоторые Люди Вынуждены Жить Действительно В гетто Так вот Современные Мегаполисы Это Как раз Таки Возможно Они превратятся В гетто И Более На этом Вебинаре Я Не буду Останавливаться Но Чуть Попозже Мы Остановимся На Высказываниях Которые Тед Столкс Мировые Футурологи Высказывали И Одна Из проблем Будет Перенаселенность Современных Мегаполисов То есть Очень Серьезная Я бы Сказал Зверская Перенаселенность И Что Говорить Про Перенаселенность Транспортными Средствами Будет Перенаселенность Именно Людьми Так Вот Куда Людей Размещать При Растущем Количестве Населения Земли Соответственно Их Можно Будет Разместить Как раз Таки В Линейные Города Дорогие Друзья И Это Та Мировая Предстоящая Ближайшего Будущего Реальность Которая Нас Ожидает И Немножко Уже По Конкретике Работы Skyway Capital Я бы Хотел Подытоживая Дамы и Господа Сказать Что Буквально Я сам Ожидаю И У меня Скопилось Достаточно Неплохой Пакет За все Вот эти Месяцы Так У нас Есть Возможность Получать Еще В виде Бонусов Также На акционный Счет Скоро Этой Возможности Не будет После того Как Обрезан Будет Начали На 50% Эти Условия Будут Для всех Фондов Более Того Будут Созданы Единые Условия Скорее Для всех Фондов И Эра Эпоха Развития Новых Каких Либо Веяний Инвестпроводящих Систем То есть Более Менее На уступке Идет Головная Компания Тем Фондам Которые Начинали Развиваться Ранее То есть Представители Инвестпроводящих Систем Также Присутствуют На вебинаре Я Видел И Приветствую И Собственно Вот эти Люди Я думаю Что Человек Поймет Что Я к нему Обращаюсь Мы Были Именно В сфере Интернет Маркетинга И Развивали Различные Проекты И На самом Деле Дорогие Друзья Нас Готовила Судьба Чтобы Научиться Строить Сети И Толкнуть Первоначальное Развитие Проекта Skyway И Далее Обучать Уже По системе Дубликации Своих Ближних Людей Глубину Развивать И Развивать Действительно Помогать Развитию Более 350 Тысяч Людей По всему Миру И Я не побоюсь Этого Слова Что Монетизация Этих 350 Тысяч Людей По всему Миру Она Будет Процентном Соотношении Больше Чем 50% Явно Потому что Новости Заставляют Действительно Просто Ёрзать На месте Мурашки По коже Возникают Потому что Новости Которые Действительно Показывают Что наш Проект Развивается Воплощается В железе В бетоне В спец Бетоне Которые За Струнные Технологии Специалисты В концепции Юнибайков В интеллектуальной Системе В собственной Системе Автоматизированного Управления Которое Более Конкурентно Способно Современному Системному Автоматизированному Управлению И это Дорогие друзья Сделали Все мы С вами Вместе И только Вместе Мы можем Достичь Ту цель Которую Перед Собой Ставим И обязательно Дойдем До победного Не до финишной Прямой А именно До победного Сегодня В 23.45 Я напоминаю Всем Дорогие Коллеги Друзья Что произойдет Смена Дисконта В связи С переходом На Новый Этап На Седьмой Этап Это Планировалось Несколько Дней Назад Но Даже У нас Произошел Очень Серьезный Затык Сервера И пришлось Наращивать Мощности Я могу Сказать Возникли Даже Виртуальные Очереди Если раньше В СССР Возникали Очереди За колбасой За молоком И так далее То наш продукт Настолько ценный Это вот Ныне Обязательства Международной Группы Компаний Skyway А в ближайшем Будущем Это акции Теоретически Потенциально Возможно Которые Принесут В будущем И более того В ближайшем Будущем Ближайший Это Такой вот Разброс Пять лет Я могу Сказать Что Они Принесут И я Сейчас Полностью Снимаю С себя Барьер Общения С любыми Людьми Признаюсь Честно Я Человек Наученный Различными Опытами Участие В различных Проектах Поднятие Различных Бизнесов В 2014 Году У меня Барьер Некий Был Я не Общался Еще С крупнейшими Инвесторами Но Сейчас Я готов Общаться С руководителями Заводов Те Которые У меня Есть В контакте По моему Бизнесу Носить эту идею Действительно Фактически С каждым С кем Я общаюсь Вот Сегодня Пообщался С замечательным Парнем В такси Познакомился И Вот Я думаю Что Специальную Скриптовку Я Обязательно Напишу Как Общаться С таксистами Потому что Это Действительно Кладезь Это Золотое Время И для Них И для Вас Потому что Таксист Общается С очень Большим Количеством Людей За Время Своей Работы Молодой В кризис Работать На такси У него Более 500 Знакомых Представьте Какую Структуру Он может Выстроить И Дамы и Господа Это Действительно Возможность Раз Сто лет И Возможность Раз В несколько Месяцев Это Те Инвестиции Которые Можно Сделать На Сегодняшний Момент Это Те Инвестиции Которые Изменятся В своем Соотношении Не то Что Прибыльности Но Ценности Уже Фактически Через несколько Часов И Собственно Я Признаюсь Честно Отправляюсь Приобретать Пакеты Акций На тот Накопившийся Потенциал В виде Бонусных Вознаграждений В виде Акционных Вознаграждений Во всех Инвестпроводящих Системах Которых Принимаю Участие И Собственно Я думаю Что Оставим Уже На потом Непосредственно Те тезисы Которые Неубиенные Железобетонные Для Сетевых Лидеров И Это действительно Аргументы Которые Заставляют Задуматься Я думаю Что заставят Задуматься Лидеров Герба Лайф Амбэ И так далее То есть Вот таких Мастодонмов Гигантов Потому что Развивать проект Скайвэй Захочется Абсолютно Всем И каждому И Также Я хотел Сделать Анонс Буквально Я сброшу Скайп 30 июня Дорогие друзья Будет конференция В Казани Ответственное лицо Алексей Романов Вы все получили Информацию На скайп По поводу Тех конференций Которые будут Проводиться Если говорить Непосредственно Про мое место Дислокации То Произойдет Конференция В эту пятницу В Челябинск-Сити Тоже сбросил Информацию Посмотрите Приглашаем Будем рады Видеть И собственно Уже 2-3 июля Произойдет 1-2-3 июля Произойдет Цикл Уральских конференций В трех городах То есть Три дня И три города Да Мы работаем В таком темпе И я думаю Что время Пришло Время пришло Не только Массово развивать Но и действительно Гипермассово развивать И готовится Очень серьезный Инструмент Я на дневном вебинаре Рассказал о нем Это инструмент Массового оповещения В виде бумаги Сегодня у нас Произошла Интересная беседа С Виктором Бабуриным Как водится Часто Хорошие мысли Рождаются Именно утром Когда мозг Еще И я могу сказать Что скоро Появится инструмент Новостной Корпоративный Дайджест Который Соответственно Вы сможете Использовать Распечатывать Это буквально Будет Одна Две Страницы В которые Будут собраны Все основные Новости Которые Следует Знать Человеку Участвующим Проекте Skyway Потому что Те люди Которые Зарегистрировались В октябре Уже Просыпаются Но хотелось бы Чтобы проснулись Все И все Были в курсе И в потоке Информационного Поля В котором Многие Из вас Находятся То есть Это виртуальное Пространство Это соцсети Но Как говорится Есть молодое поколение Есть более Старшее поколение И не всем Хочется сидеть Здесь И собственно Я думаю Что никогда Уже не вернуть Те времена Когда не нужно Было пользоваться Социальными Сетями Чтобы нынешней Молодежи Позвать на улицу Своих друзей Подостаточно Было Нарисовать Просто Квадрат Для приглашения В игру Мяч И не нужно Было пользоваться Мобильными Телефонами Чтобы Состыковаться Просто договаривались И приходили Но технологический Прогресс Развивается И я могу Сказать Дорогие друзья Что Skyway Развивается Более чем В ногу Со временем И все мы С вами К этому Причастны Мы строим Skyway Мы спасаем планету И мы Даем дорогу В мир Транснету Благодарю Друзья За внимание Ну а собственно Тех Кого Заинтересовала Данная информация Спросите У своих Спонсоров Более подробно О проекте Возможно Вы успеете Еще Инвестировать В данный Проект И я могу Сказать Что Это будет Более чем Правильное Решение Инвестиции Потому что Такой возможности Уже даже В 2017 Году Может и не быть Принимайте Правильно Осознанные Решения И формируйте В себе Правильное Инвестиционное Мышление Кстати Один из специалистов Недавно У нас Провел Очень серьезный Вебинар Пожалуй Я тоже Сейчас Найду Информацию Обязательно Это очень важно Посмотрите Действительно Виртуоза Инвестиционной Грамотности Виктора Тарасова И вот этот Вебинар Посмотрите От и до Потому что Здесь Инвестиционная Инвестиционная Группа Группа Субтитры создавал DimaTorzok